что ж у меня понедельник утро думал я ничего не буду снимать пока полностью не выздоровлю но чуйка у меня что будет контент сегодня у меня значит поедем сейчас выгружаться мусором так сразу я перекидываю вес потому что как сказал что стою под горочка я вчера мест не было воскресенье мне нужно было проехать три часа чтобы сегодня более чистого времени приехать на выгрузку вот ну и все теперь с поднятым пробуем чуть-чуть откатимся назад со своего со своей ямки ну и с небольшой пробуксовкой стартанули можно было си чуть конечно поплавнее все сделал бы не было бы пробуксовки но и так сойдет как говорится все едем сейчас на выгрузку ищем ищем контент итак подъезжаем к съезду на выгрузку и возможно первый квест сегодняшнего дня сейчас будет в общем перед выгрузкой подъем и вот собственно первое меня интересует посыпан ли он а второе соответственно если он не посыпан поднимусь ли я туда без цепей там такой затяжной довольно таки серьезный подъемчик ну и собственно сейчас мы его проверим я сразу с низов подниму полностью ленивца даже не буду эксперименты ставить моргает машина значит что-то там происходит ну что один висит не знаю сейчас что мне скажут тут вроде вот они начинали присыпать ну короче кто-то завис скажет на децепт одену цепь поеду вот оно и начало утра проехала посыпалка посыпала но я надеюсь он в другую сторону вторую полосу тоже посыпят все стоящие сзади проехали трактор проехал ну и я жду команды зелененького человечка и буду стартовать сейчас дам назад на немножко чтоб разгону взять и в режиме power помчимся 19 тонн у меня сейчас я тронусь отъеду назад у меня будет 19 половиной тонн на седло и помчу но уже посыпано поэтому тронусь из места без отката даже назад и поехали сейчас вы оцените сами подъемчик этот так ну на седьмой передачи у меня да разогналась до седьмой можно еще и восьмую наверно разогнать на восьмой уже остаться переключиться на механику хотя нет наверно больше она не хочет поэтому пускай так ездит калич одним словом еще не выздоровел до конца поставил на паузу думаю что вам весь этот подъем показывать покажу в конце где-то машинка встала встал он под самым перед самой фирмы вот то есть он буквально ему не хватило там чуть-чуть дотянуть вот я на вроде бы нажал на play а оказалось короче как всегда что никуда и не нажал поэтому сейчас жду в секьюрити документы мне подписали и меня проведут на выгрузку именно в точку где должны выручить но сейчас все увидите а теперь вот я чуть-чуть на спуске и видите 21 тонна едем вместе с каурителем оттуда никто пока еще не выезжал значит кто-то там еще есть но и здесь тоже кстати спускаешься вниз в эту сна эту свалку и потом подъем такой но правда ты уже подымаешься здесь пустым на трехосники проблемы здесь никогда бы никакой не было эти молек видите подсыпали тоже но видимо с утра они немножко пропустили этот момент и вот она и вся свалка на которые мы выгружаемся здесь летом было посвободнее то есть сейчас что-то к зиме у них нас собиралась очень много как в целом и в вода где я гружусь там тоже очень много этих тюков короче кауритель гидлита и мы самые частые гости на этой свалке у него как-то очень странно что-то с ленивцем происходит непонятно мне абсолютно то есть он дал на него разгрузку а ну это же вольво значит прикол вольво на месте если у вас опущен ленивец вы его не поднимите с тяжелым грузом вы только можете дать разгрузку поднимается он только когда вы уже в движении вы сможете его поднять то есть если вы остановились с ним с поднятым тогда у вас все хорошо будет короче кауритель под выгрузку дал он спустился вниз оттуда более-менее нормально зашел на подъем но я останусь так пока постою пускай выгружают разгрузка прошла успешно и плана пока у меня нету позвонил шефу что может это самое сразу знать куда ехать не ехать мыть прицеп не обязательно принципе чисто поэтому жду сейчас что и как и отправимся мы дальше смотреть что тут сегодня будет происходить в этой части швеции ну и после меня на выгрузку никто не хотел уже ехать почему-то больше никого не было ух и подъем боком даже хочет на подъеме эти прикиньте это прикол такой да вот сейчас только что был это как вообще у меня что мост не поднят нет мост будет ну давайте с разгона попробуем на мануале ну ты будешь не продвинуться никогда бы никогда не было ползем сейчас вниз вот что значит последним выезжать все накатали тут уже и снег новый выпал засыпал да давай ты переключай передачу что ты едешь на этой первой прикиньте прикол сейчас еще со второго раза не поднимусь чик так ну да максимум я сдал так ну у меня все нормально погнали то да ладно по-другому будем делать поедем значит так по-другому пускай разгоняюсь вот по-плавному пускай разгоняюсь вот вот бальба а 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 это перестает нравится уже решил взять еще больше скорости попытка номер не знаю какая последняя даже я так скажу если я сейчас не выезжают и я спущусь и надену степь надену цепь потому что это дичь какая-то пока короче я стоял все разъехались это все подтаяло сверху насыпало никто больше посыпать не хочет и все пропали куда-то поэтому пробую еще раз если нет то нет ну и все короче пришел ко мне водитель вантова трактора на цепях и подсказал я в принципе думал это от выезд закрыт а здесь есть вот такой выезд я как-то выезжал отсюда я думал он закрыт зимой может или что-то в этом роде ну в общем вот он вот он а я слушайте мучился уже собрался цепь надевать вот молодец мужик спасибо ему конечно больше а вот этот собственно сам и подъем вот так ребята ну что первый крест пройден а я а я а я а я поеду на мойку пока что в общем в защиту трех осень я скажу что коллеги выезжали у них у всех подымался мост на прицепе вот и то есть они все зашкрябались а у меня лишняя ось помешала мне в этот раз но еще скажу что первый раз за все время за весь шестой год работы здесь у меня на трехосники возникла проблема пустым чтобы я куда-то не поднялся вот такие вот дела продолжаем работать сейчас еще быть прикол на мойку не не подняться я хочу пропустить вперед эту академию это ученики потому что медленно очень там девушка за рулем она едет поэтому я подожду пока она заедет наверх туда небольшая такая горочка но как видите проблемы сегодня могут возникать мокрый дождь в я тут нормально ездит тут нормально все проходит посмотрим вообще что-то творится что тут творится где место есть тут стоят подснежники ох тут уже парковочка у нас сокращается ну видите то есть почти ровное место и что происходит ужас какой ужас но здесь эта часть такая швеции потому что рядом у нас вода так но я на мойке не сдержался я пока мыли прицеп я исполоснул голову все-таки чуть почище теперь я выгляжу прицеп нужно было все бока промыть мне уже ну внутри мину канавки вот если по которым ходит ремни и также бочина где вот вдоль все открывается все это было давно уже такое грязное все это по умывал себе ну чтобы дальше было комфортно работать вот ну и на на пару часов даже может быть на час у меня чистенький мой тягач я кстати не помню показывал я милет нашу приложуху вот мои все задания и значит все это вроде норм но последний меня смутил я позвонил шефу уточнить что мне сейчас нужно будет 77 километров поехать загрузить что-то маленькая вот размер его написано и потом на нашу базу на cx в уме и так но по дороге у меня будут вот эти вот остальные все загрузки то есть это одно место загрузки но в норвегии будут у меня получается раз два три 4 5 выгрузок самая дальняя вот она у меня будет лир стран до 34 14 выдвигая все по 14 7 7 километров первая загрузка погнали снег идет погода да погода мерзейшая просто мерзейшая здесь я харна сант нам да а вот там коллега завис что-то не получилось где-то у него я сейчас наехал и думал это мой съезд но не мой может куда-то вон там я не знаю на загрузку или куда ехать трехосник тоже трехосник не видел издалека я не разобрался с ленивцем без ленивца он понятым гружен или пустой ну да налить то есть лед мокрый снег идет и вот уже минус один то ноль и такая вот жопа тут происходит полная при том да это был все таки мой съезд там другая вот это как на типа новая не новая короче на навигаторе набона на которая желтая рядом то вот она и была то есть туда заезд я пошел бы по ту сторону по ту сторону железной дороги а сейчас я поеду через ремонт ну как бы вариантов у меня других не было тоже одно из популярных местец вот кстати не посыпан город от слова совсем ну и попробуем тронуться буду трогаться со второго ряда потому что чтобы максимально был зацеп посмотрим выйдет у меня это или нет сборим пополам поехал вот если бы я стал ровно за пассатом свою полосу то проблемы были бы гораздо сложнее поэтому не всегда соблюдается правило зимой и вообще он меня напрягать начинает кстати вот он тоже буксует из-за него только мог я он же ехал у него светофор заморгал и он остановился ну такие вот да он там правильный все дела но зимой иногда правило нужно отставлять на задний план и думать немножко что сзади едет у тебя фура и ты стоишь на подъеме и там где ты стоишь стать нужно мне да едем дальше да все красивенько по дороге у нас аккуратненько чуть-чуть подальше отъехал хотя бы вот это вот прекратился вот этот ужас на стекле все подсохло более-менее чистенько красиво еду шикарно сейчас доедем до выгрузки мне я включу на сто процентов попасть туда куда мне надо на эту фирму и посмотрим и там там я предполагаю будет такая вот коробочка ну сейчас увидим я сзади возможно просто поставлю если она будет низкая если нет то спереди а потом на загрузке на полноценной на следующий переставлю зимняя сказка твинтверк ищем мы фирму из один километр говорит повернуть на лаву первым скан а вот твин вэлт твин вэлт а я сказал какую-то херню где есть куда тут мне ехать твин вэлт давайте прямо попробуем до первым скант как вы поняли я так тут у нас ворота ух ты шьешь твою раз чуть не упал собака так ну что мы пока красиво хорошо чё тут пишут нам лагерь один лагерь два я не знаю какой мне надо лагерь так пресс ринг энд вейт ринг ох кто-то приехал так вот заезжаем в общем ух 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 и чё и куда хрен знает куда трактор мужик какой-то о в общем компания первое которое было здание проезжали а здесь другая но человек разговорчивый сам финн живет с 97 года в швеции сказал что в минске очень красивые у нас девушки короче немножко поболтали и он позвонил в эту фирму позвонил и водителю погрузчика и сейчас я за ним за ним он выйдет я за ним поеду хорошо когда такие люди добрые попадаются так 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Под загрузку сказал он, что вроде бы вот этот вот палет для меня небольшой. Сейчас приедет трактор побольше и загрузит мне. А вот он едет. Села, в общем, у меня батарея. Загрузил я на полприцепа длинную штучку такую. И теперь я не уверен, влезет ли у меня остальной груз в прицеп. Но мне 260 километров до второй загрузки уже полтретьего, а написано, что они работают до четырех. Ну, в общем, сейчас все будет по обстоятельствам. Как, что, выходит, может быть, как всегда, знаете, написано работают до четырех, но сам склад там или разгрузка-погрузка работают более дольше. Понедельник такой вот сложный какой-то день. Я думал, там маленькая какая-нибудь коробочка выйдет. В принципе, поставлю ее сзади и все на этом. Но вышло наоборот все. И возможно, что если сегодня все-таки закрыто, я поеду в Уме на ЦХ, выгружу эту деталь, потом поеду, загружусь. Так будет очень логично, в принципе, и отправлюсь в Норвегию. В общем, у меня выйдет целая неделя этот круг, потому что завтра я день буду ехать. В среду я выгружусь, в четверг я буду грузиться где-то в Норвегии. Затем буду обратно ехать. То есть, в пятницу в лучшем случае, если я успею везде разгрузиться. Ну, вот. Если, как всегда, по стандартному плану я буду ехать. Ну, в общем, вот так вот неделя и пролетит. Ну, посмотрим. Посмотрим, что да как. Еще нужно дожить сегодняшний день. Въехал я в Сунцево. Ну, еду сейчас по объездной. Скачу на заправку, заправлю от Блю. И сразу же минус 2, минус 3. Та же температура, которая и была у меня по дороге. Но это совсем другие минус 2, минус 3. Так как влажность здесь большая от воды рядом. И вот, пожалуйста, вам вещичок. Как видите, надевает цепи. Раскидывает везде. Вот что делается здесь, да. Даже с мостом поднятым. Со всеми мостами поднятыми не смог подняться. Ну, и вот трехосник окей, а вот двухосник. Интересно, на что он рассчитывает. Он без цепей, само собой. И он, наверное, думает, что если там такой серьезный тягач не смог проехать, то он сейчас поедет. Я сомневаюсь. Скользко. Очень скользко. То есть, сами видели, что я на трехоснике пустой не смог подняться в вору. Прикол такой, да, конечно. Для меня даже неожиданный был. Я на заправочке. Наша сайфа, вон. Прям она же. Мне нужно именно на одну сторону, потому что с другой стороны очень медленно течет от блю. А я ждать не люблю. Не нравится мне, когда все медленно происходит и долго. Покажу, если я... Я показывал как-то, ну, можно еще раз. Значит, смотрите, в основном вот такие вот заправочки, да, будет примерно одинаково. Норвегия, Швеция. У нас язык шведский, английский, немецкий. Вставляем карточку и вынимаем ее. Сразу оно пишет вынести карточку. Все, ожидаем. И первое всегда, некоторые иногда, ну, теряются, кто не в теме. И начинают здесь вводить сразу пин-код. Ну, тут написано, что КМЭ. То есть мы вводим свой километраж. Я пишу просто лишь бы что. Мне это вообще не интересно. А затем уже только я ввожу пин-код. Все, и нам сейчас высветит коалонки, которые у нас есть. Ну-ка, авторизация. Так, у нас отблю. Ну-ка, покажи отблю нам. Пятое. О. Все, можем заправляться. Ну, заправляется, значит. Отлично. Все еще чистенькое. Дорога не сильно грязная, потому что под снегом немножко. Поэтому чистота остается. Думаю, сегодня я проведу день на чистом самоходе. Ну, и мне 200 километров. 200 километров, даже чуть больше. Нет, 200, по-моему, до загрузки. Автобус. Дорога слетел с дороги. Еще одна машина слетела. Так. Окей. Двухосник буксовал-буксовал, и все на этом. Ну, я на горочку пойду. Но я пойду по заснеженной половине, а не по вон той, вон, лысой. И нормально у меня идет. Городок Харда Саунд. Проезжаю я тем временем. 160 до загрузки. Я прочитал, что работают они допоздна. Ну, вот вопрос будет с размещением груза. Как у меня это все будет происходить? Влезет ли он? Или вообще какой он там? Я, мне кажется, я когда-то видел этот адрес. Я там был, но я не помню. Как-то так. Ну, а вашему вниманию колония. Не знаю, какого режима. Ну, вот, короче, тюрьма шведская. С таким вот забором. Там двойные заборы в основном идут. Прямо в городе. Через 300 метров держитесь левее. В городке все спокойно. Также не посыпано ничего. Нормально едем. Но, кстати, здесь не очень скользко. Более-менее. Там было позади, где коллапс этот был. Там было, конечно, жутко скользко. Здесь нормально. Во как! Ковш сбоку, ковш спереди. И даже чем-то вон, видите, поливают, посыпают. Что они там делают, непонятно. Вот и моя фирма. Которую я так стремительно сегодня мчал. Могу сказать, что здесь морозик взял минус 7. Снега не так уж много, как и везде. То есть, видите, трава вон торчит. Если в тех местах уже ее не было. И я вспомнил, вроде бы как, что это за фирма, но сейчас возможно, еще раз я в этом убедюсь. По-моему, я здесь выгружался. Держите, извиняюсь. Да. Я здесь выгружался рано утром. Посмотрим, что они сейчас здесь загрузят. Вчерашний груз, все, что я загрузил, уже было темно. И загрузки были такие быстренькие на морозе. Экстренные ситуации на дороге у меня все пропали. Ближе к уме и начался, я говорю, что мороз. Снега стало меньше. И у меня вот эту вот деталь я выгрузить должен здесь на базе. на АЦИКСе. Она поедет в Финляндию. А мое вот это вот все на Норвегу. Я не знаю, может, меня здесь что-то еще догрузят. В общем, мне нужно выгрузить это и переставить вперед соответственно вот это. И все на этом. Здесь небольшой вес, около 6 тонн в сумме, вот этот вот весь груз. Его поставить нужно вперед. Результат. Вот вчера вечером загружался я на этой территории. Вот тут все, что теперь у меня здесь. И сейчас мне поставили 4 палета на Концвингер. Весом 5,5 тонн где-то выходит все это вместе. И у меня еще должно туда войти 10 палет. Поедем сейчас мы еще на последнюю загрузку. и затем через Госпи я уже в Норвегию в поисках сегодняшнего трэша. Будет ли трэш там, где вчера был или не был, или все же я спокойно завершу это видео этой недели. Так, в поисках последней загрузки. Что-то там на С какие-то названия. Так, если увижу табличку, то вспомню. А вот она ее. Сан-мино. Итак, вот дополнение. Еще одно загрузил. Все, здесь у меня до конца загружен. И здесь отправили еще на одну загрузку по дороге. Груз будет на Ставангер. Это что-то новенькое у меня выстрелило. Ну, я не знаю, я это сам повезу или где-то может скину в терминале. Ну, это уже как бы другая история. В общем, уже никакого трэша, мороз, дорога везде хорошая. Вот, поэтому, собственно, таких вот два дня у меня вышло. Втор, понедельник и вторник. Вот. И на этой ноте я с вами попрощаюсь. Спасибо за просмотр. Ваши комментарии пишите, вопросы также пишите. Буду скоро отвечать на все комментарии в видео. Вот, соберу самые такие интересные комментарии и отвечу в видео. Вот. Все, друзья, спасибо, всем пока. Субтитры Субтитры Субтитры